Сибирский нефтяник Сибирский нефтяник На старты мемориала Булатовых спортсмены выходят с некоторым волнением, но с большим желанием показать хорошие минуты, секунды, метры, задать тон на ближайшие месяцы. Ведь этими соревнованиями легкотлеты открывают зимний сезон. Классификация в ФЛА это третье соревнование по рейтингу в зиме. То есть о чем-то уже сразу говорить. Потому что на протяжении этих 16 лет, по крайней мере за мою спортивную общественную работу, эти соревнования только росли. Я считаю, что они на сегодняшний день одни из самых авторитетных в России по зиме. Если учитывать, что сейчас у нас начало зимнего спортивного сезона, но наши омские спортсмены всегда стараются перед омскими зрителями выступить на достаточно высоком уровне. Амичей на турнире приветствуют особенно жарко. Финальный забег на 60 метров у женщин. На третьей дорожке представительница Омской области Надежда Полеева. Несмотря на то, что в предварительном забеге Амичка показала не лучший свой результат, секунды финала Полееву устроили и даже обрадовали. Первое место. Время 7.30. Мастер спорта международного класса. Я занимаюсь, можно сказать, одна из взрослых женщин. Очень тяжело готовиться, как бы соперников нет. Когда они приезжают, как бы психологически думаешь, что ты слабее их и бывает, что сильно перенастроишься. То, что и получилось у меня в предварительном забеге. Я перегорела предварительно и все. Получился плохой результат. А с бегов, как бы, эмоции все ушли и в финале я уже показала на то, что я, в принципе, готова в данный момент. На 60-метровке у мужчин конкуренция еще более серьезная. В упорной борьбе первенствовал Евгений Киров из Кемеровской области, опередив ближайшего преследователя всего на 0,02 секунды. Пока сейчас еще ничего не понятно. Как правило, доходишь до финиша и потом уже начинаешь осознавать. Доволен пока что. Программа «Мемориала Булатовых» была рассчитана на два соревновательных дня. В первый день турнира состязались юноши и девушки. Во второй – мужчины и женщины. Все награды нашли своих победителей. Соревнования традиционно прошли на высоком организационном уровне. Зимний сезон успешно открыт.